Здравствуйте, Сэмилон. Ничего успятовать с Сергеем Паярковым. Я тут художник, который может обидеть каждого. И я офигел, когда узнал, что, оказывается, Коля Тищенко больше года от имени Зеленского, Ермака, Верховной Рады и вообще власти занимался обычным рэкетом. То есть выяснилось, что Коля представлялся как член комиссии и от имени комиссии, Временной Следственной Комиссии, которую закрыли в мае прошлого года, ездил по всей стране с проверками. Ну вот откуда у него и шкафы денег? То есть все это время Коля рысачил по Украине и, несмотря на военные действия, отешивался. То есть он представлялся, что от имени Временной Следственной Комиссии, смотрите, она называлась Насресурс. Ее создали там, черти когда, для того, чтобы проверять деятельность, неэффективность деятельности госагентства по лесным водным ресурсам. Ее закрыли к чертовой матери в мае 23-го года. Но Коля сделал вид? Ну, а лопухов же по стране дофига, ну, те же понимают, что Коля, кум Ермака, дружбан Зеленского, котлета Украины номер один, мастер художественного тверка и встреч в Таиланде со своими избирателями. То есть Коля легендарная личность. Ну, никто же не думал, что Коля, ну, при таких понтах и реальных, вот, прямых связях с президентом Ермаком и пятю-шестью менеджерами, просто, ну, обычный жулик, рэкетирующий от имени всей команды, лечь на себе на карман. Я, честно говоря, не думаю, что Коля, ну, какие-то особенные неприятности вылетят. Ну, вот, честно, Коля всегда был такой, я бы удивился, если бы Коля изменился. Я помню Колю еще, ну, пацаном, Коле было сколько, 23 года. Коля ходил даже рядом с какими-то серьезными людьми. И они, в общем-то, растили его, вот этого вот птенца, вот, Аболонского. Понимаете, поросеночек рос, рос и дорос. Ну, я, кто скажет, педрис, понимаете? Педрис. У них там вообще педрис на педрисе сидит и педрисом погоняет. И вот Коля педрис, и вот этот вот нарист, вот этот, просто, послушайте, обычная рэкетирская схема. Коля набрал бригаду сепаратистов. Ну, вы же видели, кто там был, да? Депутат партии регионов. Вот это вот из базы миротворца сепаратистка, которая выступала за Россию. И когда Коля говорит, что это она, она была по молодости за Россию, ну, подождите, это мне напоминает рассказы о том, что это Фарион по молодости вот без мыла залезла в коммунистическую партию, куда было хрен залезешь. И вот теперь она лютая бандеровка. Послушайте, прожженные коммунисты, как и прожженные русофилы, они никогда не бывают бывшими, как и бандиты, ну, как и работники спецслужб. Поскольку Коля Аболонский, он, конечно, больше не авторитет в уголовном мире, но бригада рэкетиров, которую он набрал и кошмарил. То, что он называл колл-центрами, опять, Коля мог называть батафермами и колл-центрами все, что угодно. Потому что, имея крышу, опять, реальную, нереальную, это уже не важно. Коля же представлялся как? Вы знаете, кто я? Ну, и все, понимая, кто они все, они говорили, да, ну, вы все там, кто бандосы, кто клоуны, кто просто отжимало. То есть, у них у всех одна репутация. И люди были уверены, что Коля, как говорится, в блатном мире, ну, чисто, как говорят у нас в Донецке, как говорил Микола Яныч, что Коля, от братвы чисто права выписаны. А права оказались не выписаны. А сейфы баблом наскирдованы. И вот мы, когда смотрим на вот эту ситуацию, смотрите, у нас ведь это контрастирует с чем? У нас в августе тут уже появилось материалов, будет дефолт или не будет, потому что нам фактически там все деньги, которые нам выдаст, там нам придется вернуть как проценты за кредиты, потому что кредиторы не согласны сидеть без денег и отдавать таки придется, потому что дефолт как-то объявлять не хочется, вроде бы сейчас уже изыскивают способы, чтобы его не объявлять, но в это время вашу мать, в это время по стране рысачат сборщики миллиардов и миллиардов и главное, что у них же получается собрать. ТЦК, я об этом говорил, они уже поделили все на зоны, окучили коммерсантов, всем выписывают графики неприхода на их предприятие, на их точки, потому что за деньги ТЦК не приходят туда, откуда деньги приходят. Если деньги пришли с этого торгового центра, с этого казино, с этой гостиницы, с этого фитнес-клуба, с этого ресторана, с этого ночного клуба, деньги пришли, значит, не пришли ТЦК кошмарить за наличный расчет. Тарифная сетка по стране раскидана, при этом чешет репу правительства и вся Украина, как нам рассчитаться с кредиторами. Коля Тищенко, ну просто, блин, ну просто бандос-надомник, то есть, чувак реально, вот тут ничего, люди не меняются, просто сколотил бригаду пациков и пошел кошмарить, это какой-то Хлистаков одновременно Шура Балаганов. Вот Коля, даже добравшись до каких-то политических там высот, он таки остался вот этим вот, вот этим вот мелким бригадиром, который, вот кроме как мелочь по карманам тырить, потому что, если сравнить с тем, что пакуются там вот эти пять-шесть менеджеров, ну, Коля реально, знаете, это вот когда Розенблат, когда-то он попался, был такой прекрасный депутат, его там начали кошмарить, агент Катя на каких-то суммах, вроде там две, три, пять, восемь тысяч долларов, то в Верховной Раде, я помню, ржали вот эти вот регионалы, они говорили, если бы, говорит, у нас, при Викторе Федоровиче, вот завелся такой крохобор, ему бы просто сказали, на тебе там три лимона, пять лимонов, вот просто сложи мандат, ну, и не позорь свою партию. Вот приблизительно так бы, наверное, Ермак бы сказал бы Коля Тищенко, но я думаю, что не скажет, потому что у нас, друзья мои, во власть попало позорище, ну, вот серьезно, позорище, вдумайтесь, и главное, этому позорищу больше года верили все те, кого он, ну, фактически рэкетировал, и не надо говорить, что их рэкетировал Коля Тищенко, Коля Тищенко прикрывался Зеленским и его командой. Значит, ну, собственно говоря, простите, вина лежит на нашей власти, не на оппозиции. В данном случае это не Путин виноват и не Байден, что Коля по стране собирал в кассу. Вот за кого проголосовали в 2019 году, то, простите, сейчас вас и имеет. То есть, вы имеем мы тем, ну, за кого отдали голоса. Поэтому распространяйте правдивую информацию и подписывайтесь на мой влог, лайки, комментарии, репосты. А победа, друзья мои, несмотря ни на что, будет за нами, потому что за каждым из нас персонально не за ржавей. и не за ржавей.